Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг. Меня зовут Наконечный Александр. Давайте рассмотрим ключевые события сегодняшнего дня. В первую очередь давайте отметим, что вчера все-таки демократы получили большинство как в Палате Представителей, так и в Сенате, поэтому весь Конгресс сейчас принадлежит демократам. А это означает, что любой законопроект, который будет принимать Джо Байден, достаточно легко будет протаскивать через Конгресс, потому что демократы имеют там большинство. Но все бы ничего, но вчера еще начались беспорядки. Сторонники Трампа пришли к Конгрессу и Капитолию начали его штурмовать. И более того, впервые с 1814 года, в то время, когда еще была Американно-Британская война, люди проникли, протестующие в Капитолии. Это, безусловно, резонансное событие. Многие сейчас, даже сторонники Трампа, республиканцы, перестали его поддерживать. Сейчас идут слухи о том, что сразу идет обсуждение о 25-й поправке Конституции, которая была принята полвека назад, но с тех пор ни разу не применялась. Напомню, это положение об импичменте текущего президента. Поэтому у Трампа на фоне данных протестов вырисовываются достаточно серьезные проблемы. Как это все повлияло на финансовый рынок? Биткоин сразу залетел до отметки 36 тысяч долларов, но потом постепенно вырос до 37 и сейчас торгуется в районе отводя по зоны. Думаю, что в перспективе цена может легко достигнуть 40 тысяч. Не хочется ставить сразу дальнейшие цели, там 100-150, как сейчас это многие обсуждают. Давайте двигаться постепенно, потому что каждое новое значение – это максимум, и все-таки это достаточно рискованный актив. Лучше рассматривать позиции сейчас именно такие краткосрочные цели ставить. 40 тысяч – это, на мой взгляд, самое оптимальное сейчас. Золото вчера повело себя крайне непредсказуемо, потому что в период таких беспорядков, как правило, золото растет. Но оно вчера скорректировалось и скорректировалось до уровня 1900, но с точки зрения технического анализа на золото перекрыло гэп, и сейчас есть возможность, так скажем, оторваться и пойти в дальнейший рост. Я думаю, что золото продолжит восходящую тенденцию, и следующая цель – это 1970. Таким образом, мы с вами что имеем? Биткоин продолжает расти, золото продолжает расти, евро-доллар цель 1.24 так и остается, евро-доллар продолжает находиться в восходящем канале. Британская валюта по отношению к доллару сейчас опять остановил свой рост, находится в коррекции. Не хочется пока обсуждать, опять-таки, что это разворот, но тем не менее, к нему нужно присмотреться. Я уже подумываю над тем, чтобы просто поставить отложенный ордер на продажу и ловить движение именно таким образом. Ну, в принципе, на сегодня это самые ключевые события. Я желаю вам успешной торговли. Всех поздравляю с Рождеством. И всего вам наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин